Животные, как и люди, могут быть мужского или женского пола. Но наши учителя забыли рассказать нам, что пол это не железобетонный факт. Иногда в природе самцы могут становиться самками, и наоборот. Некоторые даже могут быть обоих полов одновременно. Перед тем, как мы расскажем вам о таких чудесах природы, подпишитесь на наш канал и поставьте лайк. Не хочешь менять свою жизнь в лучшую сторону? Тогда промотай этот ролик. Если решил остаться, то наш проект для тебя. За две недели я поднял 200 тысяч рублей из 200, просто играя. Ты сможешь так же, если не будешь сидеть сложа руки. Пока ты не веришь, такие, как я, зарабатывают на этом деньги, которые мог заработать ты. Ссылка в описании под роликом. Рыба-попугай Рыбы-попугай могут из самок превращаться в самцов. Из икринок этих рыбок в основном вылупляются самки. Они созревают, откладывают икру один или несколько раз, а затем превращаются в самцов. Дамы обычно не любят стареть. Так что в случае данных видов рыб природа идет навстречу. Молодые рыбы в основном самки, опытные рыбки-самцы. Вероятные самцов и самок такая ситуация устраивает. Банановый слизень Банановый слизень известен как второй по величине слизень в мире. Встретить его можно в лесах и парках Америки от Калифорнии до Аляски. Банановые слизни гермафродиты, то есть у них имеются и женские, и мужские половые органы, которые шутница природы расположила на голове. В принципе, они могут и сами себя оплодотворить, но предпочитают привлечь партнера. О готовности к размножению сообщает слизь с особым феромоном, которую оставляет после себя слизняк. Процесс двойного оплодотворения обычно происходит ночью и длится около 12 часов. Дождевой червь Дождевые черви-гермафродиты, то есть у каждой особи имеются и мужские, и женские половые органы. Во время спаривания они борются за то, чтобы передать друг другу семенную жидкость и оплодотворить яйцеклетки друг друга. У некоторых тайваньских горных дождевых червей в процессе эволюции исчезли гениталии, и потомство они производят при помощи девственного размножения или партеногенеза. Это означает, что они передают своим отпрыскам 100% своих генов, создавая собственных клонов, что делает их и матерью, и отцом каждому маленькому червю. Бородатый дракон Бородатый дракон или бородатая гамма – это австралийская пустынная ящерица. Пол у них зависит и от хромосом, и от температуры. У самок хромосомы разные – Z и W, а у самцов одинаковые – Z и Z. У этих ящериц все так и происходит, если яйца созревают при температуре ниже 32 градусов Цельсия. Если же температура становится выше, то генетически самки таки остаются самками. Но и Z-Z-эмбрионы превращаются в самок. То есть генетически они самцы, а физиологически и анатомически самки. Рыба-клоун Да-да, знаменитый Немо и его сородичи могут превращаться в самок. Рыбы-клоуны живут группами, в которых царит строгая иерархия. Самкой становится самая крупная особь. После нее идут самец и подростки. На одном коралловом полипе может жить только одна доминантная пара. Самка кусает самца за плавники, напоминая ему, кто в доме хозяин. А родители совместно муштруют молодежь. Если самка умирает, то самец получает более высокий социальный статус и становится самкой. Роль самца начинает играть самый крупный из оставшихся в доме подростков. Так за одну жизнь многим рифовым рыбам удается попробовать себя сразу в двух ипостасиях. Африканская когтистая лягушка Этот факт доказывает, что мы должны уменьшить использование гербицидов. Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что самый распространенный в мире гербицид атрацин превращает самцов африканских лягушек в самок. Ранее было известно, что химикат мешает половому развитию молодых лягушек, нарушая гормональный баланс. В результате чего они превращаются в гермафродитов. Последние же опыты продемонстрировали, что под действием атрацина взрослые самцы либо химически кастрируются, либо полностью феминизируются. Они даже могут откладывать полноценные яйца. Сегодня атрацин применяется столь широко, что попадает почти во все водные источники. Бабочки Знали ли вы, что самцы и самки бабочек выглядят совершенно по-разному? Но в Лондонском музее естественной истории с куколки вылупилась уникальная бабочка. Она является и мужской, и женской усыбью одновременно, и у нее две разные половинки тела. Ее мужская сторона черная, а женская светлее с красным пятнышком. К тому же у нее разная длина усиков, а на брюшке мужские и женские органы слиты воедино. Хотя это явление очень редкое, но выглядит оно красиво. Ленточная мурена Ленточная мурена или голубой ленточный угар является протандрическим гермафродитом. Это означает, что молодые особи все самцы, но затем при достижении длины туловища больше 85 сантиметров, они становятся самками. Цвет их туловища постепенно из синего преобразуется в желтый, а мужские органы перестают функционировать. Зрелые самки уже насыщенного ярко-желтого цвета. Губан Губан или рыба-наполеон является факультативным гермафродитом. В начале жизни они самки, а затем полразмера и окраска рыбы меняется, и она берет на себя сугубо мужские обязанности. Постройку гнезда для икры и последующую охрану потомства. Для этих функций они увеличиваются в размерах, становятся ярче, чтобы отпугивать хищников, и у них появляются воинственные выросты на морде. Каракатица Каракатица славится своей способностью маскироваться, мгновенно меняя краску. Самцы каракатиц используют эту особенность в борьбе за самку. В процессе ухаживания самец окрашивает половину своего тела в цвет, находящийся рядом самки, тогда как другая половина остается в мужском костюмчике. При этом свое истинное обличие он демонстрирует избраннице, а потенциальный соперник видит перед собой ложную самку. Благодаря этому у хитреца существенно повышаются шансы на спаривание. Какое из этих животных показалось вам самым удивительным? Напишите в комментариях. Надеемся, вы не забыли подписаться и поставить лайк под этим видео. До встречи, друзья!